Продолжение следует... Так, у нас все... Значит, тогда получается у нас два вопроса, связанные непосредственно, так сказать, с вашей сухой. Это лежачий полицейский, ограничение движения, да? Дома. Поэтому, или вот прямо начинаю от дома пионеров, и почти кругляя выписываете. Ну, ваша проблема, она очевидна. Скажем так, решение данного вопроса прежде всего лежит на собственнике уличной дорожной сети. Хочу бы понимать, кто является собственником данных проездов. Потому что по федеральному закону здесь вся седьмая дорожная деятельность относится непосредственно к собственнику, который вправе устанавливать ограничения, вносить какие-то изменения. Госавтоинспекция только смотрит на правомерность, вот эти вот ограничения и обоснованность. С вашей стороны, если нет обращения к собственнику, я просто не знаю, кто является собственником, если управляющий компанией, кто к кому, а ведь. Мы за такое движение, за, со своей стороны, готовы рассмотреть и посодействовать, когда к нам обратиться, собственно, к данной уличной дорожной сети. То есть, ближайше, скажем так, когда нам будут предоставлены эти документы, скажем так, поможем и проинформируем, что тут можно стоять не один, а несколько их там подряд. Не, ну там, получается, понимаете, там и вот эта вот дорога, вот она дальше дойдет. И по ней тоже гоняют, и стоя с этой стороны. Ну вот для того, чтобы его установить, а я, искусственная неровность, это определенный неудобство в движении. То есть, водитель должен быть проинформировано о том, что он будет пересекать сейчас эту искусственную неровность. Остается знак 5 до 5.20, конечно. Искусственная неровность на сегодняшний день выполняется трапециевидной и из этого самого резинокорда. То есть, ну это в зависимости от того, насколько хватает денежных средств у собственника уличной дорожной сети. Вот и по большому учету можно ставить их там только при условии, что будет знак ставить «Жилая зона». Что он будет говорить о том, что скорость в этой жилой зоне попряжена 20 км в час. И при таких условиях, при этой искусственной неровности он может проехать и, скажем так, не повредить ни транспортное средство, но и безопасность прежде всего. Я, например, понимаю, что все дворы, они с 2009 года у меня были проекты на рассмотрительной реконструкции, где предполагалось там уширение проезжей части, уширение парковой что-то есть. Тут, по большому счету, везде в старых вот этих вот районах отсутствуют тротуары. Мы понимаем, что движение пешеходов осуществляется по проезжей части по тротуарному проезду. Поэтому в данном случае выйти из этой ситуации, а именно обеспечить безопасность, возможно, при условии постановки вот этих знаков и искусственных неровных. А вот эти вот, вы говорите, дорожные тротуары, их тоже можно предусмотреть? Конечно, это внесение. Вот, например, вот этот проезд, он шириной должен быть не меньше 5,5 метров. Для того, чтобы грузовой транспорт, ну, проехать, да, который обслуживает, ну, например, дворовую территорию, это мусор, да, там подъезд для пожарной машины, 5,5, да, чтобы можно было разъехать. Так, но здесь нет, где они намного лучше, это старые еще нормативы, которые, скажем так, еще при современном постройке этих домов действовали. Тротуар сделают, ради бога, то есть это должна печь и собственность. А как сделать эти тротуары? Метр, метр минимальный. Это ведь сейчас же ничего не сделаете. Нет, почему? Это зависит от того, насколько финансовое, скажем так, состояние собственника вот этой вот уличной дорожной сети. Вот и все. То есть он правит сделать тротуар. Тем самым, ну, искусственные неровности, они определенную скорость действительно, ну, ограничат, это, ну, бесспорно. Но говорить о том, что водители их будут соблюдать и будут ехать еще, ну, это надеяться, знаете, на совесть, на понимание. Смотря какая неровность будет, если она будет широкая такая вот, ее пролететь легко очень. Она погостная. А если вот такие, как бетонные, вот такие кромненькие ложат, уже труднее облехать. Согласен, они предусмотрены государственным стандартом, который, искусственная неровность, она оценена на что? На снижение скорости. Вот и все. Так он подвеску, он же берегет себя. Вот именно. Ну, поэтому мы за такое решение. Ну, конечно, мой вопрос, что это надо в правовом поле согласовать должным образом, чтобы потом, если вопросы у водителя возникнут, у нас на сегодняшний день это заходит до смешного, но в тихом, в данное время мы разбираем такую же ситуацию. Один житель поставил, перегородил дорогу, чтобы дети были, ну, играли на дороге, а другому не нравится, чтобы дети играли на дороге, ну, положили эту палку на дорогу. Он по факту, да, он прав, палку на вашу берегу не надо на дороге. То есть она очень слышит, вот как проезжающая, и должны быть гостовские элементы. Поэтому мы за ваше предложение, только со своей стороны гостовской инспекции хочу просто немножко ясно снисти. Она не устанавливает, не знаете, то есть она контролирует и установит. Я звонила, да, я вам звонила, вы мне сказали обратиться в мэрию, депутату, и, в общем, решать все. Согласен, ваши права в полной мере отставляют избранные вами депутаты, все правильно. Поэтому, ну, мы рады этому движению, когда-нибудь, всегда что-то идет лучше, когда есть инициативная груза. Так что мы надеемся, что в скором времени появится собственник, и переключается к нам с документами на рассмотрение установки знака «Желая Сон». Еще раз, смотрите, наглядный пример. Вы удовлетворены? Ну, доказательство, 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 доказательство. А как же, вы только меня любите, и туда надо чего. Он нарушает областной закон, меньше 5 метров от жилого здания, остановка, стоянка запрещена. На сегодняшний день достигнутся соглашения о взаимодействии федеральной, то есть мы, как сегодня, на сегодняшний день федеральный орган, да, то есть контролюбщик. И также курируем вопросы соблюдения областного, да, законодательства. Это мобиль, и все это идет вокруг наших граждан. Да, да, да. Так, а вот сейчас, у него тоже, по большому счету, его выявить данную, зафиксировать права нарушения, отправить материалу, данную держать. Это должно делать административные комиссии, или вы? Ну, мы садимся, мы садимся, мы садимся, мы садимся, достигнутся соглашения, которого долгое время не было. Ясно. Да, мы вчера тоже, вчера был, для этого вопроса тоже поднимался, проблема, то что с переходом, передачи, мы видим, как сказать, переходом с милиции на полицию, общественная милиция у нас потерялась. И сегодня именно вопрос, уже такой смысл, что-то из-за этого. Да, ну, выход из данной ситуации, потому что, я вам, что, опять же, было обращение, 36, которая, которая есть форма для заливки в этих сфер бетон, для своей установки, потому что рядом, ну, ту же клумбу цветочную сюда поставили. Понятно, уже. А может быть, это же, действительно, лучше, можем поставить, поставить вот так вот клумбы цветочные здесь, и будет и красиво, и... Ну, зимой это будет все затоптано. Зимой это будет... Что? Нет, ну вот вам... Нет, клумба, понимаете, клумба... Клумба, она же будет сделана из бетона. А, это только вот так? Ну, вот так вот, смотрите, вот как вот здесь, вот видите, вот она. Вот положим такой вариант, да, только она будет больше и будет стоять вот здесь. Как бы продолжение, иметь продолжение. Да, и будет и эстетично, красиво, и уже машину можно здесь уже не поставить. И вот я хотела еще, я разговаривала с Аллой Георгиевной, инженером, управляющей компанией. Вот сейчас опять сделали дорогу, в это время разбили асфальт, потому что здесь нужно проводить работы. Как было много лет, землей засыпали, и все, машины проезжают, глыбы льда, вода, асфальтом не залили. Вот теперь надо единственное опять добиться того, чтобы это место залили асфальтом, а потом уже на это место заложить, все остальное. Здесь все, да? Все вопросы выяснили. А, насчет площадки еще. А, ну пойдемте. Где-то площадки. Да, можем спустить. Спасибо большое. Так, пойдемте на площадку. А, с люками у нас же проблемы здесь есть? Здесь с люками у нас проблемы есть? Согремят. С какого года дом? Семьдесят четвертого построен. Ну, физический износ, чугуна. Что нужно сделать для того, чтобы физического износа чугуна не было? Заменить. С благоустройством, с асфальтированием. Значит, кто это должен сделать? Эксплуатирующая организация. Что? Эксплуатирующая организация. То есть не вы? Мы в данном случае, по данному люку, мы... Что для этого нужно, чтобы вы сделали? Нет, я не могу. Просто сами делаем люку, которую... Надо просто сфотографировать вот этот балкон, который падает. Но если квартира приватизированная, это должен делать только сам хозяин. Я считаю, что это неправильно. Правильно его заменить. Правильно его заменить, да? Ну, то есть, получается, у нас два люка. Ну, и там ливня. Александр, записывайте два люка. Будем разбираться. Правильный адрес у него. Железнодорожная 12-я тогда, получается. Родитель приходил с детьми. Причем ванчин. Нет, здесь у меня приходил с детьми, это они хотят сделать площадку на самокатах. На самокатах? Да, что-то вот такое с детьми приходило. Если она пометит, значит, здесь предполагается что-то, какая-то информация, что, мол, здесь собирается ставить забор. Надо выяснить, потому что здесь же, видите, все равно естественная дорога. Если люди ходят, значит, не огородить, или огородить, по крайней мере, хотя бы от машин. Если с мячом будут играть, это будет здесь проблема большая. Да. Поэтому здесь очень серьезно надо подойти к этой детской площадке, решить так уже, чтобы и люди проходили бы, и дети играли бы, и выход не были бы. Это было на всех дверях расплеено. А вот, кстати, вот картинка, пойдемте, посмотрим. Это значит, они вот паят и сам, они хотят здесь, да, они собирают подписи, а значит, они это хотят сделать на самокатах, чтобы кататься. Это вот, кстати, мы договорились, что в воскресенье мы встречаемся с этой инициативной группой, вот, и я смотрю, где они что хотят. А потом уже непосредственно жильцы прилегающих домов должны дать согласие, если они согласны, тогда мы будем уже это решать. Это в это воскресенье тогда будет, да? Да, это будет в 11 часов, если я не ошибаюсь, встреча в это воскресенье. Вот по этому вопросу. Они были у меня на приеме. Вот, вот. Мы тогда уже решаем вопрос об установлении лежачих полицейских и вот форм, чтобы не парковали автомобили. Сейчас нас здесь не будет, и посмотрите, какое здесь движение будет. Нет, ну, вы же знаете, что я по своему округу хожу. Поэтому вы же... А почему то, что вы сказали, это не просто вот чья-то там приемка. Я это сам вижу, потому что я когда хожу по округу, я вижу, здесь на Жигулях гоняют. Да, да еще как. Вот отсюда, как выезжают и как он дал туда. Вот, вот, вот. Поэтому я это все вижу, и поэтому у нас тут... Так, я говорю, мы с Аллой Георгиевной стояли, разговаривали, мимо нас пролетела машина. Им глубоко наплевать, что стоят люди, смогут ли они проскочить здесь или нет. Вообще. У вас Сергея Анатольевича есть? Есть. Значит, Сергей Анатольевич, устанавливаем собственника и тогда уже двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!